Ну вот, а сейчас мы поговорим про так называемый арсенал массажистов. Дело в том, что, понятное дело, что лучше всего это наше умение, наши навыки в наших руках. Это практически неотъемлемо от нас, мы, обладая такой профессией, можем зарабатывать в любой точке мира, в любом возрасте. И даже, в общем-то, независимо от работодателей, от каких-то там геополитических, религиозных, национальных и других особенностей. Ну, бывают, конечно, национальные особенности, когда мусульманские женщины, мусульманки, в смысле, они просто не идут к массажисту мужчинам ни в коем случае. Им даже нельзя там плечо околить перед массажистом. Обязательно должна быть женщина. Вот, может быть, только такие какие-то нюансы. А так, в принципе, эти навыки, которые вы получаете здесь, в этой школе Альфа-Топ, они применимы везде. Один раз научившись, может быть, вы когда-то это что-то забудете, если у вас не будет практики, да? Но восстановить это достаточно просто. Так же, как вспомнить, как вы катались на велосипеде, да? Ну, чуть-чуть криво проехали, попробовали, и уже мышечная память, так называемая, да, в наших собственных руках, она это все вспоминает. Но, как увеличить доход массажиста за счет его ассортимента услуг? Бизнесмены говорят повышать линейку продуктов. Помните, ну, кто был на мастер-классе, я рисовал такой пазл из трех треугольников, треугольников успеха, который формирует вот такой некоторый кристалл, когда вы отвечаете на вопрос, что делать, кому делать и как делать. Вот, это некоторые такие условия бизнес массажиста, так назовем, включающие сюда и маркетинг, и ваши знания, и ваши навыки. Ну, например, если вы обладаете чем-то, да, каким-то видом массажа, а я говорил насчет нескольких десятков видов, то вы понимаете, кому вы это предлагаете. Кому. Ну, например, вы знаете детский массаж, делаете детям, да? Знаете способы реабилитации после восстановления, после травм каких-то, да? Значит, предлагаете этим категориям людей. Вы для себя выбираете те категории людей, с которыми вы работаете. Чем больше вы для себя их выберете, тем, естественно, больше будет у вас поток клиентства, да? Ну, соответственно, вам тогда нужно и понимать, что вы делаете, то есть список услуг свои тоже расширять. Потом, как вы это предлагаете? Ну, можно это предлагать в частной практике, там, на дому, на пляже. У меня были такие случаи, когда я просто отдыхал за рубежом, закончились деньги. Так я придумал очень простую вещь. Да, написал на листике просто, делаю массаж, могу вам помочь. И вколол рядом на клинышке, в том месте, где я загорал. Потихонечку люди начали подходить, потихонечку обращение, вот это превратилось в реальные деньги. Также вы можете на процент работать в салонах, да? Вы можете работать как ИП, частный предприниматель, вы можете работать как организатор таких салонов. Это все у нас вот в Альфа-Топе, я думаю, не то, что учат, это мы это как бы даже расширяем и преподносим нашим ученикам. Потому что на все эти вопросы вы будете получать ответы в Альфа-Топ. Это, соответственно, обучение. Ну, я коротко повторю. Потом в ЭПС есть такие салоны, где мы ставим своих людей. Ну, вот, может быть, это кабинетик один, где на процент просто работают люди, да? А может быть, это целая такая вот структура из разных кабинетов в плане оздоровления человека. То есть это не медицинский кабинет, это вот, куда человек приходит на примерно полдня, на день и восстанавливает свое тело, ауру, организм, худеет и все остальное. Где-то полинологическая капсула, где-то спа-капсула, где-то иридиевые ванны, где-то там грязевые и нефтяные ванны, где-то там кедровая бочка, сауна или что-то еще. То есть некоторые наборы услуг, которые мы им предлагаем. Так вот, у нас обучают, как не только стать специалистом здесь, но и как можно администрировать всю эту структуру. Она же как франшиза, в принципе, в дальнейшем будет ставиться в любом городе, ну, почти практически в любой точке мира можно ставить. То есть как бизнес это все масштабирует, но вопрос, как сделать. Вы, например, понимаете, что вам что-то тут хочется сделать, да, какой-то процесс, но вы не знаете как. Опять идете вот сюда, обучаетесь этому, и опять понимаете, что клиенты вам будут приходить именно вот в этой категории. Соответственно, как делать, как предлагать свои услуги? Можно расширять их. У кого-то нет стола массажного, да, начать можно хотя бы дома на кровати. Я, собственно говоря, так и начинал. Поначалу делал бесплатно к соседке, впрыгивал в квартиру, просто в шорты, в майки, и вот все, что у меня было. Масло там у меня находилось в холодильнике обычное, то есть не надо было ничего какого-то вот дорогих средств. То есть получается, это я говорю о том, что вход в этот бизнес очень простой. Он стоит только чему-то научиться, и сразу вы можете это предлагать как профессию. А научиться, как вы видите, можно за считанные дни. Далее можно использовать в своем арсенале дополнительные всякие штучки, что повышает ваш экспириенс по-английски или по-русски. Да, но это не тот опыт, который с навыками приходит, а тот опыт, который человек в вас чувствует. То есть это все равно, чтобы показать ему там сертификат, и там перечислено 28 видов услуг. Ну, например, баночный массаж мы используем. Банки, вы уже обсуждали, да, они разные бывают. Силиконовые, резиновые, вот я такие использую, где они стеклянные, а груша у них резиновая. Такие наборы бывают, но они бывают разные даже по диаметру. От такого маленького, как пипетка, до размера вот сантиметр 10. Используется это часто еще в антицеллюлитных программах. Потом к антицеллюлитным программам очень хорошо можно добавлять вот такие вот так называемые массажеры, ролики. С одной стороны, вы массируете себе руки, сами, да, а с другой стороны, массируете ноги клиентки. Я иногда их пугаю, как говорят. Теперь разряд. А еще у меня ребенок есть. Я ему это одеваю, как эти, как ролики по дому. Он массирует стопы и катается просто вот по полу. Грохот неимоверно стоит, но и удовольствие у него просто вот свинячая радость, свинячие визги на лице. Опять же, чтобы беречь свои пальцы, например, да, мы используем вот такие, например, приспособления. Ну, какие молекулы, я не знаю, как их еще назвать, я не знаю. Вот, если посмотрите подробнее, да, здесь есть разного диаметра шишечки. Вы их можете выбирать под то место для точного массажа, да. Ну, какой, в общем-то, клиент терпит, какой ему необходимо. Здесь же есть еще некоторый магнитик, который тоже, да, здесь, вот, видели такой. Потом растирание клиентов, и вот тоже многие не знают, что массаж может делаться и даже вот расческой. Ну, она, во-первых, называется массажная расческа. Знаете же, да? Да? Так а почему мы только ее на голову применяем? Не только на голове волосы. Да. Нет, не стоит цели, чтобы расчесать волосы на спине. А даже вот в антицелитных целях по сухой коже используются вот такие вот расчески. Некоторые покупают даже не такие, а, знаете, которые, когда стираете белье, вот они вот как бы вычесывают вот это вот белье. Даже эти расчески используются для женских ножек, так называемых. Вроде бы, ну, кажется, грубое, да, воздействие. На самом деле, очень хорошо разогревает, очень хорошо оно может растереть, снимает, ну, во-первых, как и пилинг получается, да, какие-то. Во-вторых, стимулирует непосредственно поверхностные слои кожи, тубер кожи увеличивается, ее эластичность, кровообращение. Да, 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 это, я говорю, это все, как бы, в антицелитных целях используется. И вот это, и вот это, и вот это, и вот эти средства. И еще вот соль, морская соль, тоже есть такой соляной массаж для антицелитных программ, но мы будем проходить там в третий день. И еще для антицелитных программ используется мед. Я не стал распаковывать, да, понятно, там мед. Медовый массаж, слышали, да, про такой? Да, я делаю. Делали, да? В смысле, мне делали. А, на себе? Я делаю солью мед. Да. А, это лучше не закрывать. Он не пахнет, это рафинированная. Рафинированная. Это не рафинированная, да, которая с запахом есть, а это рафинированная. Медовый массаж, это родительная практика. Царская медовая латка называется. Это, как бы, считается древнерусская школа массажа. Там вот только полтора часа с клиентом вы работаете с помощью одного и только меда. Представляете, очень глубокое проникновение и воздействие на глубокие слои подкожные. Далее, в арсенале массажиста могут быть и вот такие средства. Ну, они разные там бывают. Чаще всего используются, ну, для себя, как правило, да, продаются они, там, массаж от акупунктурных точек своих собственных, да. Но также вы можете по клиенту их использовать. По клиенту водить по спине, вот по шее очень хорошо. Вот эти вот места болезненные бывают у людей. Но тоже сами под себя подбирайте. Я-то вот люблю руками работать, да, голыми. Кто-то любит вот беречь свои руки или дополнительные средства использовать. Молоточки бывают, опять же, такие вот для шеи специально вот так вот постукивают. Но я их заменяю пальцами. То есть я вот именно так это все использую. Это вот такой массажерчик для пальчиков. Видели такой? Вот так вот энергично делается. Можете даже попробовать сами на себе и почувствовать, соответственно, что клиент чувствует. Да? Далее, вот в Таиланде и во всех вот этих вот странах молодецких любят вот такие вот палочки, все возможно, да. Они точечный массаж делают, в основном для стоп. Тоже разного диаметра есть вот средства для воздействия, да, на эти акупунктурные точки. И вот такие вот ролики. Ну, ролики что делают? Они какую-то мышцу вот облегают с двух сторон, да. И как бы прокатывают ее на шее можно вот так вот, да, прокачать. Я их тоже в массажере заменяю руками. Ну, потом можете подойти, посмотреть, все подробнее. То есть вот пальцы. Формируют такие ролики, где получается раз, два, три. Практически четыре. Три точно. Нет, вот так вот. По кругу. Так, ну надо, да, не на плоские мышцы мышцы, а на мышцы, которые, которые можно оплатить, да, на шее в основном, да. На хорошо. Вот, видите, попробовали, уже почувствовали эффект, да. Некоторые клиенты даже спрашивают, о, а каким ты таким инструментом делаешь? А я говорю, руками, все руками. То есть все вот эти инструменты можно заменить руками. Ну, не все, конечно, да. Вот, например, вот бамбуковые палочки. Видели такие? Креольский массаж называется. Ну, считается, что там его изобрели, на острове Креолы. И именно там мужчины, креольцы, делают креольским девушкам массаж. Поэтому всем во всем мире известна красота этих креольских девушек. Смысл этого массажа в том, что он передает некоторую вибрацию. Мы потом попробуем. То есть, слышите, да, там сыпучее вещество, которое за счет вибрации проникает в тело человека и получается такой волшебный эффект. Снаружи, как бы, поверхностные слои остаются холодными, а внутри нога, например, она согревается. Тоже в антисулитных программах это используется. Опять же, есть вот такой массаж вениками. Видели такой, да? В советское время спортсмены постановили. После тренировок вот таким массажем. Можно бить по всем частям тела, в том числе и по голове. Мы будем это сейчас использовать в нашей практике. В четыре руки мы делали такое. Даже в шесть рук, ну, втроем, да, или в четверо. В шесть веников? Да, шесть веников и восемь веников было. То есть, четыре человека одновременно стоят и кого-то лупят. Да, представляете? Это такой потрясающий эффект, вам это надо попробовать. Это вот восстанавливает и мобилизирует прямо все силы организма на за считанные минуты. То есть, это говорю о том, что необитательно делать силовой массаж, да, который мы применяем руками. Он тоже расслабляет мышцы, получается. Да, расслабляет мышцы. А ударные такие? Ударные, да, и за счет вибрации то же самое. Да, можете положить. За счет вибрации, да, проходит проникновение внутрь, вглубь. То есть, это и лимфоузлы, быстрее прочищаются, лимфоускоряются, разбиваются вот эти кровеносные сгустки, блоки мышечные, спазмы и так далее. Ну, начнем делать, поподробнее расскажу. Сейчас, что я хочу сказать-то. Ну, давай, здесь даже используется, кстати, вот эта часть. Мало кто догадывается, что эта часть вот тоже мы работаем. Есть, вот я там уроки, видеоуроки показывал, в ютубе, там даже мы использовали биту, бейсбольную биту для массажа, представляете? Реально. И вот у меня скоро будет такой тренинг, который называется методы перкуссии в массаже. То есть, целый день мы изучаем все вот эти вот способы постукивания, звуковых колебаний, вибрационных, да. Все вот эти вот способы, кстати, вот к вибрационным техникам относятся также и вот эти тибетские поющие чаши. Вот ты говоришь, что пробовала, да? Но не поняла я их смысла. Нет. А смысл в том, что создается звуковая волна. Вы, например, слышали, да, что колокольный звук лечит звон? Да. Но колокол вот этот православный, он немножко попроще здесь сделан, чем эти чаши. Здесь используется специальный сплав из пяти металлов. Если колокол... Ну, что-то мне неприятно. Да, да. Ну, что-то у тебя начинает реагировать сразу. У меня друг, вот у него таких чаш, где-то 30. Он проводит такие сеансы, когда вот люди садятся бесконтактно вокруг него. Он сидит на них, играет. Они есть разного размера. Там от самой маленькой, даже еще меньше, блинчико размером, да, до такого размера, как тазик, в который можно с ногами встать. Он на них играет в течение двух часов. А люди начинают ловить кайф, ну, кто насколько готов. Кто-то медитирует, кто-то спит, кто-то там сидит, кто-то лежит. Все насколько готовы. И происходит потрясающий эффект. Вот я был у него... Может быть, я не был готов, чтобы уйти в нирвану, но мой организм был, видимо, с какими-то блоками. И я почувствовал реально, что вдруг в каком-то месте вот чувствую вибрация. И тепло растеклось. Потом здесь... И тепло так растеклось. Вот, это реально чувствуется, как спазм вот эти мышечные. Сползают, разбивается. Представляете, звукотерапия. А на самом деле, когда мы еще ставим это на тело, то создается концентрическая волна, которая погружается в глубину тела и воздействует на клетчатых уровнях. Она разбивает мембрану клеток, которая начинает созвучно вибрировать с ней. И те же самые чакры начинают реагировать. Ну, в общем, весь организм реагирует. Я даже называю это психологический массаж, потому что, ну, вот настолько психика человека отпускает эти блоки, внутренние блоки. Мы же на самом деле, вот на 90% у нас проблемы из-за головы идут. Ну, знаете, вот это выражение, да, что... Все болезни от головы. И это на 90% правда. Практически, ну, если там не вирусные какие-то болезни, да, не из-за вне пришедшие, то все в основном из-за головы. То есть мы сами себе их создаем. Сами свои собственные проблемы. Далее есть вот релаксационные методы массажа, когда мы используем на пижамперышки. Это, ну, больше там для эротических практик используется. Опять же, можно вот это использовать не только для себя, да, Ну, как же, вот мы растирание делали. Растирание можно делать и такими приборами. Ну, не приборами, а приемами, да, и вот. Это же то же самое. Вот, это продавалось как средство антицеллюлитного массажа. Ну, в чем разница? Особой разницы нет. Просто надо научиться применять и то, и другое. Фитосвечи ушные. Знаете, что это такое? Да, да. Вот, ну, создается турбулентность, когда в ухо вставляется, да, за счет теплого воздуха. И она начинает располагать и вытаскивать оттуда, вытягивая все вот эти вот ушные усердки. Считаешься? Да, ложишься на бок. Это вот как раз, как дополнительно, да, вы можете там, пока человек лежит, да, вот на боку, я использую стол без дырки, человек лежит, голова на боку. Пока он лежит, ставишь эту бумажку, и сквозь нее свечку. Да, вот она где-то минут 10 горит примерно, да. Чистится. Да, чистится очень хорошо. Это что, кризис? Потому что нельзя залазить туда ваткой. Потому что вот эти палочки, которые продаются, они же даже не называются ушными. Они называются гигиенические, что ли, не помню. Вот эти палочки, да. Я реально вот недавно, каясь, где-то вот полгода назад, проткнул себя такой палочкой барбанной перепонкой. Очень больно было, да. Просто половина моего черепа ничего не слышала. А сейчас как? Сейчас заросло. Слава богу, травма была не такая сильная. Она вошла на 37 метров прямо вглубь туда. Сразу, знаете, как будто бы почувствовал себя проткнутым мячиком. Сразу такой, пшшшшшшшшш... Восторг пошел сюда. Зарастало где-то месяц лишний, может два. Но зарастало все нормально. Вот. Поэтому это безопасное средство, которое вы можете предложить своим клиентам за дополнительную плату. Пока он лежит... Слабо денег. Как может? Ну, знаете, дополнительное, да. Допустим, там это съесть. Ну, не знаю. Тут много нельзя попросить. Ну, 100 рублей дополнительно заплатят за чистку ушей. Но в это время свое экономите. Пока вы массируете его одну половинку, это ухо чистится. Потом массируете во вторую половину, он голову переворачивает. Другое ухо чистится. Мне кажется, это так. Я банки так ставлю. Почему? Я делаю. Да, и банки тоже можно. Параллельно, пока вы, например, на ягодицу или на ноги поставили банки, вы работаете с шейно-воротниковой зоной. Я обычно только позвоночник ставлю. Потому что на зону тоже можно ставить банки. На точки. На точки, да. Ставишь банки и тоже там каждое. Потом меняешь, то есть через 5, через 10 минут меняешь. Да, но при этом ты массируешь другие части тела, да? Да, можно. Да, то есть вот можно совмещать, можно научиться. Более того, я скажу, есть энергетические техники массажа, так называемые бесконтактные. Вот с тобой мы пробовали вроде бы, да? Юля, не знаешь, да? То есть пациент не лежит, ну, в смысле, или лежит, или сидит, или стоит. Я его не касаюсь. То есть до тела сантиметров там 5, 10, так вот 25, может быть. То есть замыкается некоторый контур энергетический. Ну, мой и пациент, да. А он по-любому всегда, мы входим в контакт, не только телесно, да, друг с другом. А наши же ауры пересекаются, потому что мы очень близко друг к другу находимся. И вот можно тоже совместить. Не только отдельно делать бесконтактный массаж, а вместе с массажем физическим, да, телом, одновременно работает наша энергетика. Как в тантре. Ну, тантру изучали, никто не слышал. В общем, парные, как бы, да, техники энергетические, когда, особенно, если мужчина и женщина рядом, да, разнополые, как бы. Оппоненты, я как бы не знаю. То между ними ярче зажигается этот контур энергетический. И так можно соединять любую чакру. Это святая, это святая, да, сердечная, там сердечная. И вот полностью, если это все замкнуть, то получается некоторое такое феерическое такое чувство, сравнимое с оргазмом, да, даже лучше, чем вот этот физический оргазм, да, энергетический, гораздо ярче. Это фейерверк красок, эмоции. Это столько всего, что вот кто-то не пробовал, даже не стоит им объяснять, он не поймет. Это объяснить невозможно. Нам только вот попробовать сделать. Это вот опять же вопрос о том, что можно ли совместить, да, разные техники. Можно. Ароматерапию часто используют тоже как отдельно. Ну, их много продается разных этих масел, даже не буду на них подробно останавливаться, да. На них прямо написано, как их можно использовать, для чего. Некоторые это делают просто, как, ну, эфирные масла, они же быстро проникают, да. Чуть-чуть на масло где-то, там, больное место, даже просто вот висок. И уже почувствовал эффект. А можно это в массаже использовать. И дополнительно за это брать тоже цену. Ароматерапия плюс массаж. Сами масла, также можно брать и дорогие, и дешевые. Вот, на мостоке очень любят кунжутное масло, это здесь вот такое. Они его подогревают. Айурведа, слышали? Айурведические техники, они прям вообще это масло обильно используют. Прямо просто, вот бывает... Да, вообще бывает так, что вот человек просто лежит, они прям ставят какую-то такую тарелочку, и там это масло постоянно стекает. Да, стекает сюда. Да, во время массажа. И голова лежит тоже в тазике, и волосы купаются в это масло. То есть они прямо за время всей процедуры его обидно выливают. У них даже столы такие сделаны, чтобы были эти стоки для масла. У них вот эти масла потом вытекают куда-то, в ведро что ли? Да, можно... А, повторно? Не знаю. Это надо у них спросить. Ну, если даже в Мадонне все повторно используется, то там тем более, наверное. Такие литры... Ну, 10 литров там точно уходит, наверное, на человека. Я использую обычное масло, чаще всего магазинное, потому что, ну, естественно, смешанное с оливковым. Просто... Какое обычное? Я не буду сейчас это показывать. Рекламу нельзя тут давать, никакую. Поэтому я все масла переливаю в какие-нибудь флакончики из-под мыла, да? Чтобы никто не видел, ни на видео, ни клиент не понимал, какое я масло реально использую. Просто удешевляю, например, свое производство. Не использую кунжутное, дорогое, да? Я использую дешевое, но смешанное с оливковым. Почему оливковое? Потому что оно наиболее чистое, не завсоряет поры. Ну, и наиболее комфортно, в общем, для человека. Про масла тоже есть отдельный тренинг, поэтому я даже подробно не буду останавливаться. Я уже некоторые намешал здесь. Мы уже чувствовали, наверное, запах, да? В общем, можно тут добавить любое количество. Вот, очень интересный пример. Цитрусовые компоненты в масле. Тоже с эротическим эффектом. Так, вот такие массажеры. Тоже использую. Покажу. Все думают, что это только для головы. На самом деле, не только для головы. Можно делать на все тело, практически. Очень интересный эффект. Ну, сразу скажу, что не все любят воздействие металла, да? Соприкосновения. А кому-то набор очень нравится. То есть, подбирайте под клиента. Даже когда я делаю силовой массаж, да? Я все равно какой-то элемент, вот там, на 2-3 минутки применяю вот эти вот. Тренажер-мурашка, или как его называют? Скальпель-массажер. Там столько названий есть у него. Потом есть еще такой массаж. Тибетский гуаша. У меня, ну, такими скребками делается. Вот один из видов скребка. Из рога яка. Вот из тибета я привез. У него разные поверхности. Есть специально разные формы. И то, и другое все мы можем воздействовать. То есть, это просто привез и натирается какая-то часть тела человека. Они бывают медные, железные, там, деревянные. Там целый набор этих скребков. Отдельно тоже тренинг будет по массажу гуаша. Ты уже знаешь, да? Нет, это просто мне делали. Делали. Ну и как эффект? Шикарно. Да. Вот то же самое, что мы будем делать руками, например, от избавления боли вседающей нерви, да? Они это делают скребком. То есть, другой метод воздействия, но тоже есть эффект. Тоже, да, есть потрясающий эффект. Ну вот есть дополнительные средства, за которые тоже можно брать все деньги. Например, монастырская мазь. Очень, там, от всего практически при язвах, при ожогах. Она так прямо и называется. Делается индивидуально. Какими-то вот мастерами, не знаю, в монастыре может быть. Смешивается, знаете, с чем? Со струей бобра. Слышали такое средство? Гомеопатическое, очень эффективное. Я сам применял. Для мужчин это вообще всем рекомендую. У кого есть хоть какие-то элементы дисфункции эрективной. Так что даже вы можете, во-первых, сами смешивать какие-то масла и предлагать как дополнительное удорожание вашей процедуры. То есть, с применением вот этих эффектов объяснять своим клиентам. У вас будет вообще потрясающее такое воздействие. И, соответственно, ну, можно брать цену побольше. Из Таиланда я привозил всякие. А, вот как из Таиланды. Можно делать типа как магазинчика, да? То есть, уголка там поставят что-то. И потом объяснять, рассказывать во время. Да, да. Может быть, с первого раза человек на это не согласится. Но когда он это будет все время видеть, все время приходить мимо. Вот, можете понюхать. Похоже немножко на вьетнамскую звездочку. А на самом деле, там даже портрет, видите, вот этого ушастого обезьянки. Но это не обезьянка, это в Таиланде. Похоже, это же прям вот такой вот аромат. Она разогревающая, да? Нет, она, кстати, с ментолом. Тут запах ментола даже есть. Как бы эффект охлаждения, но когда потом ты уходишь после массажа, разогревается внутри. Очень быстро проникает внутрь. 42 или 49 трав сюда входит. Ну, в общем, там каждый мастер своего дела. Они, видите, даже свои портреты. Это когда-то можно после массажа мазать уже? Я обычно после массажа использую, да. Ну, тоже смотрите, если массаж локальный, зона только, да, то можно уже сразу. Можно применять на колене, на спину. Ну, для пяти растяжения, там, да, что-то. Да, да. Сразу можно применять. И вот в этой компании NSP, которая там я вам дал скидку, да, там тоже есть масло, называется Тейфу. Ой, не масло, оно крем-бальзам, эликсир, как это называется. Тейфу. Меня прям его покупали иногда пачками, потому что эффект сразу чувствуется на следующий день. Растянул человек там голеностоп. То же самое, там сразу же эффект был, да. Да, да, сразу же эффект. Да, 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 сразу же эффект. Да, 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 там если растянуло или просквозило, то есть сразу только. Так что вот я еще раз повторяю, да, можно как дополнительный доход, это вот продавательство средств, те же для похудения и так далее, это все отдельно вот в этом NSP найдете. Потом вот это вот средство, например, да, я даже не знаю, как оно называется, не помню, вернее, горблики вербюжьи, вербюжьи такие, да. Они на самом деле предназначены для растяжения межпозвонковых вот этих... Есть такие длинненькие еще? Длинненькие, не знаю. Я, может, и спиртисон, потом покажу, да, подарю даже много. В общем, когда позвонки, ну, лежачего человека, да, зажимаются, зажимаются, это по сути, и сдавливают диск межпозвоночный, от этого начинает вылазить грыжа, да. Но от чего они сжимаются? От мышц. 99% случаев это не причина грыжа, да, или что-то еще, а причина того, что человек резко психанул, стресс какой-то резко был, да, и у него мышца так сковала, что не отпускает. Если он никуда не уходит, ни в больнице, ни на медитацию, ни на массаж, или просто бывает, человек не умеет расслабляться, он просто по жизни не умеет, у него с каждым месяцем все это больше и больше сжимается, и вот именно вот на эти микромышцы в воздействии, а там же между каждым позвоночником, между каждым ребрышком, который отсюда ведут, да, стыкуется с ним, есть микромышцы, и это вот в воздействии именно на эти микромышцы, то есть позвоночник у вас проходит между, чтобы не травмировать его, да, астисты отростки, а вот это попадает на мышцы, которые выпадут вдоль спины, и, соответственно, у вас позвонки начинают вот немножко вот так вот расходиться, да, в локальной этой области, раскрепощая вот эти зажимы. Также можно использовать там поближе, или пошире там для себя, поострее. Аккуратно можно, да. Не делаю, я не с ней делаю, так аккуратно. Можно, да, я тоже делаю, да. Дело в том, что если с грыжей ничего не делать, то будет только хуже. Надо по-любому делать, но это просто немножко такая сложная тема, давай ее, но потом оставим. Ну, далее, там есть целая книжечка, как я это можно применять. Это даже при коликах в животе, при запорах применяется, применяется на другие кухонатурные точки. То есть пока человек лежит на столе, вы делаете ему спину, а под живот можете подложить вот под зеленые места вот этот вот массажер. То есть дополнительно для него будет эффект. И также вот эти коврики. У меня есть клиенты, ну, это вот коврик Ляпко, видит, да, с иголочками. Но если заметить, у него иголочки чередуются, темные, металлосветлые, металлосветлые, это для чего сделано? Чтобы была некоторая электромагнитная индукция. Замыкались телом, они какие-то там пускают электромагнитные волны. Я подробно просто не изучал эту тему, но воздействие тоже потрясающее. Достаточно быстро. Ноги или что? Что угодно. Я дома даже использую этот коврик, накладываю на голову. И особенно на уши. Прижимаю уши акупунктурно воздействую на вот эти вот точки. Вы знаете, да, что на ушах же тоже они есть. Так что, в принципе, куда угодно можно применить. Стопы на них ставлю, ладони ставлю. Вот так вот раз, буквально там минутка-две зарядился, и уже какая-то энергетика другая в организме. И также вот люди к этому привыкают. У меня есть клиенты, которые спят на них засыпают. 10, 20, 40 минут лежат просто и спят. Его тоже можно человеку предложить. Пока вы, например, массируете живот, он спиной лежит на этом коврике. Или еще как-то, да? Опять же, можно применить, ну вот я вам еще не сказал, что некоторые средства гелий тоже можно использовать в массаже. Не обязательно же массировать этим маслами, да? Кто-то их просто не любит. Гель к тому же легко смывается, да? Потом есть тальк, пароходчик такой. А гель с водичкой, как вы там влекаете? Гель без воды. Без воды? Да. А он высыхает, нет? Ну, немножко добавляю воды, буквально несколько капель. Так просто руки как бы смочил, да? И уже его использую. Есть вот такие средства аппаратные. Их тоже очень много, все я, конечно, сейчас я не могу перевести. Тем более, некоторые аппараты занимают размером их с холодильником. Вот такого есть. Например, лимфодренажные такие, знаете, чехлы отзываются на руки, на ноги, да? Вот. Тоже очень хорошо клиент отзывается, можно применять. Вот такие вот массажеры, сейчас на них не будем включать, они вибрируют, да? Вот эти валики. И очень хорошо облегают мышцу. Любую. Вот на шеях, мышцах, которые тоже можно распределять. Дополнительная вибрация. Но, вот я хочу больше сказать про вот этот массажер. Даже мы его потом попробуем. Розетка просто далеко. Вот та работает, кстати, да? Работает. В общем, удивительно, но он продавался как средство для похудения. И, в принципе, он для этого и предназначен. Вот тут есть еще инфракрасные у него излучатели. Он вибрирует и так достаточно мощно. Но, вот вопрос в том, что нам, нашим телам, очень не хватает вибраций в жизни. И поэтому я его стал применять, просто попробовал. При грыжах, при седающем нерве, даже при кожных заболеваниях, когда какое-то высыпание. Ставлю на это место, локальное. И вы не поверите, два-три сеанса и проходишь. То есть применимо везде. Я его ставлю. И на плечи, и на ягодицы своим клиентам. В общем, простой такой прибор в арсенале я бы это вам тоже порекомендовал. А что там, как он называется? Это компания Тинши продает. Тинс. Как для похудения. А вообще, это можно поискать. Есть же специальные магазины и не имеет техники. Не знаю, как они называются. Есть еще много китайских аппаратов продают. Я тоже покупала. Да. Ну вот надо поподробнее произучать. Я об этом тоже буду в видеороликах снимать. Но пока просто вот это китайский. Ну, не тот китайский, который нашел портрет. А очень качественный аппарат. Он действительно у меня уже лет 10 он работает с потрясающими эффектами. Просто бывают миозиты такие, знаете, у людей жесткие. Прямо вот мышцы схвачены так, как деревянные практически. Вы вообще не разбить. Я уже и так, и так не у себя помягче. Да. Вот если включить вибрацию, вибрационную технику с помощью аппаратуры, ну практически это физиотерапевтическую комнатку вы все можете такое создать, да, с какими-то вот этими приборами. И дополнительно как бы вот будут и клиенты, и деньги. Соответственно, вот. Так. И сейчас мы перейдем к чему? Перейдем к массажу локтевому спины. Да?